все погнали сейф отправляться координатам эфира или а мы не посейдону них блин какая банка машина чего нету погибла я смогу найти следы оставленные этими наездниками и почитать меня хочется мне надо в это палящее копье еще зайти до судя по всему еще ящерки по дороге могут быть тима и лошадь жила же я живу хилял даже специально гонки идите по следу не наверное не этот костик я сейчас хочу делать резники на машинах они похожи на мятежников понял гонки мы еще не видели но и пока что не увидим какие блин нужны так от чего это быки нет них рога не нужны нет сикачи нет сикачи мне точно не нужны здесь далеко бежать то неизвестно убежище надо открыть сикачи я пока тоже не умею там кто черепахин что ли светился только что красе травы неплохо могли бы дать созвездие на его в честь релиза в геншине могли бы могли бы за покупку игры могли бы за прохождение игры или еще за что-нибудь но видимо забили болт просто-напросто у меня наверстаки пытался что-то улучшить изготовление изделия лучше и оружие они ничего не могу мне показалось да а это светилась типа путь в каменное копье да потом вот хера себе здесь хилок не ну я пособираю быстренько уберу в хранилище на всякий случай и годится взял бедных коршунов по дороге так ну это какой-то большой город сейчас опять миллиард сайт квестов но я их пока делать не хочу по сюжет пойдем просто откроем его может быть поговорим хотя бы с кем-то капец пустыня здесь и джитаку новое задание швея ты хотел говорить меня зовут зока ты пришла севера из кровоточины это какое-то поселение это деревня пустынников они присылают кровяник которым вирека наносят отметины на кожу солдат но поставок уже очень давно не было даже слишком раз считая что там что-то случилось может пошлешь кого-то проверить да я бы рад люди злятся на крохотные порции воды и предводитель не отпустят солдат мои краски для лица устрашат врагов да нахер медвые краски он реально наносит краски вот эти красивые напоминают мэл медарду из аркейна короче я понял вместо парикмахера они решили разукрасить его и лицо не спасибо если буду там поищу вашу деревню узнаю что случилось какая быстрая у тебя какой быстрый квалифина север кровоточина там найди кентока или на тику они знают в чем дело еще блин а неплохо я не рада так ну красиво я должен пошив одежда был сверху привет почему они охраняют прореху вы не можете отобрать у нас воду но волосы у нее страшно и дает меньше воды что происходит но кстати понять чего вы чем бы победу что мешает нам забрать нужно какой заказать еще жалобщики есть мы клан пустынников мы перенесем любые лишения интересно привозите шампиньонов переговора не для нас два пациента нож точно не для нее пойдем хорошо лучше не пойдем она со мной драка не единственный кто недоволен предводителем пустыня научила наш клан выживать мы не боимся смерти и бросаемся в бой иногда слишком рията а супчик все закажу ну дойдет а и 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 давай беги уже о бойцовский круг кстати испытания по проходить значит это страница в сговоре с мятежником дракой противного когда красный цвет такой мерзкий но нужда не делает драку главным вбей ему это в голову же так и сказал нужна помощь серьезно уилой уникальный взгляд на вещи предтечь она может все исправить пока еще немые зеленые пляжи вот обещали же до обещали джунгли красивые у нас нет воды во всех трейлерах поводу финальные локи показывает она и прореха которая дает всему клану воду без которой не выжить полностью пересохла этот источник воды джитака сказал он связан с предтечами мы так думаем сколько не взять источник наполняется со временем водный чип постоянно ищем другие источники но все что поблизости непригодны для питья но зачем секретность от того что люди ничего не знают стало лишь хуже если бы клан узнал меня могли бы лишить власти у вас нет воды а ты беспокоишься о сохранении власти думай что хочешь у нас тут машины бури и восстания регалы только я удерживаю на краски яркие аж отсвечивают драка сказал клан не пойдет против регалы она воюет с вождем хикара не со мной и меня это устраивает ее воины не трогают мой клан а если она победит хикара она достойна править это закон племени не могу ничего обещать но если прореху построили притечи я попробую ее починить чё на все лицо в воде просто покажи и прорех я хорошо расскажешь когда придем туда виде песчаной прорехи сюда я очень не собирался ну ладно ты не карта и не озерам я родилась среди нора на востоке столь же данным как ваш запад я слышала о вашем племени говорят ваши земли покидают только изгнанники бывают исключения и что же исключительная нора делает на западе верили нет помогает людям даже тем кто не желает помню работать и кругом так ну на столке еще сыграть не буду мы пришли это песчаная прореха и я точно построили притечи визор покажет колодец бак с холодной водой питание коллектора солнечной энергии отключена что ты видишь прыгаем в колодец пройти вдоль труп я не вижу где они куда они ведут прореха уходит подземным мы пробовали пробраться вниз но проход слишком тесный чтобы пролезть куда ты идешь хочу найти место откуда течет вода или текла как это важно важно чтобы прореха вновь на пол и вампирчик 61 месяц трейдер подписки спасибо тебе огромное за поддержку и стронцигера тебя еще поможем племени с водой почему нет далековато вещи копья новый бойцовский круг да я бы с радостью для слишком много мусорщиков целых пять штук я чё с ними драться бежим дальше света крыла кусок а это одна из вен протекает вода из-за этого не кончится но для этих растений и и хватает мы наверно пути тебе это влажный песок рассказал не хочешь с ней инфой делиться но и пик везло девочка грифа блин как далеко убегаем то хотел на бойцовскую арену трубы землей нефтепровод очерка надо посмотреть через визор куда ведут трубы труба проходит через хребет придется лезть наверх поехали благородное дело воду им помочь неизвестная машина клина крыл машина типа добытчик разрушающая найденные в почве ресурсы извлекающие их если употреблажит отступает оставляя облака пара усиливающий союзник восслабляющий врагов трофей на спине не очень полезный не очень нужный снимается но она в принципе все у нее снимается видите машины и тоже клинокрыл к огню и к воде восприимчивая а ну да такой вроде довольно живущий так как прыгнуть я успел хорошо а хотянка уже погибло я понял а у так а и и и и и и дай мне свои боеприпасы спасибо это какие не электрические или вся какая уже разница электрические по ходу с кровой разрядник да значит вот этому можно пробить доцепная реакция о пошел и стоп ледяная так я же там ясно вас попадаю да ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Или... Да опять я ледяной стреляю. Это было несложно. Ничего не собрал полезного, правда, но... Сетка Клинорова первая. Так, нам надо было какого-то там чего осмотреть. Ты, видно, знаешь его? Это один из людей драки. Я отрублю голову этому раскольнику и скормлю ее падальщиком, если это он виноват. Мы пока не знаем, что тут случилось. И след ведет дальше. Пошли дальше. Дальше так дальше. Пещера. Да, тут ее на глоток, но в этом районе нет ручьев, а знать. Эти опоры. Тот солдат, наверное, поднялся на утес по ним. Он возвращался в острую длонь, когда его настигли машины. Может, наверху он что-то нашел и хотел доложить? Скоро мы это узнаем. Перстань. Отлично. Возьму этот зеленец на будущее. Так, вот и... Проблема. Тут пригодится визор. Оружие. Распределитель. Похоже, человек драки пытался вскрыть это, но он не понимал, что делает. И теперь вода не поступает куда должно. Вредитель. Или просто олух. Не думаю, что это мне поможет. Ну, вначале вытащи копье, блин. Нет. Может пройти по основной трубе и поискать там. Возьму этот зеленец. да трубы какие-то ну очень уж ржавые у них куда здесь можно то потерял что я должна сделать просто будь здесь и сообщи если что изменится а я пока смотрю клапан может сработать течь перестала похоже клапан перекрыл воду теперь придумаем как направить ее в палящее копье похоже на устройство что мы нашли снаружи только это не протекает может быть ну так нажми уже надо открыть клапан наверху пусть вода идет дальше подняться не смогу похоже что ты изменилась элой я снова слышу воду в этом зале вода протекает я ничего не вижу надеюсь это значит что сработало должно сработать это вернет воду в палящее копье узнаем когда проверим прореху драка знал что будет если в столице пропадет вода но ему плевать он хотел лишь устроить бедствие и перехватить у меня власть мы не знаем наверняка я буду ждать тебя у прорехи приходи убедимся что вода пошла хорошо и не спеши обвинять во всем дракон спешат только выскочки предводители выжидают доллар выше 78 рублей пустыня была добра к нам прислать тебя драка и яра могут устроить тут побольше попробую помешать верните к проехи так до вернуться в копье хочу боевые боевые квасит поделать но этот на арене посражаться и все-таки по сюжету я же собирался есть какие-то у тебя интересные что-то получал очки учил ближнему бою бой на дальней дистанции в машин но с бойцами против него боя не избежать обзавал я ли роки упр мало кто из чужаков забирался но как я слышал можешь тренировать собой в круг можно брать лишь копье и остальное побудет а чтобы испытать бойцовские пройди их все и если я получишь знак о прохождении если получишь знаки из кругов вала и колючь можешь бросить вызов креп кажется я уже слышала крепости кто это наставник тенакт не просто наставник крепость легендарный боец тенакт доказавшие свою силу в круге могут учить в том числе чужаки да но потренироваться до тренировка да не конечно же гнев воина мощная так удерживать лучше воина эффективный резонаторный взрыв смертонастные точны можете спать только копье тренировочный лук начните с базовой серии потом проведите мощно да я постоянно их делаю то есть неверная ком ну и это тоже указывает разрешено же ее делать че за бред да позже ну старые можешь комбинировать не только отдельные атаки но их комбинации попробую сейчас и это все r1 r2 вот это я не используйте резонаторный взрыв находясь возле дорогах жизнь прикольно тренируйся сочетать воздушный удар и воздушный выстрел и и все так испытание тренера проверить свои навыки ближнего пытайтесь победить лироки прошел только вот уже не сделай а стоп или ему по ноге надо ладно я остаюсь да это не бойцовский здесь супер легкие спасибо отправляйся в к получу знаки это мало кому удавалось а если нужно еще тренировать обитывайся челиками довольно простые знак пустынников так что еще здесь не сделал к лучнику можно зайти может быть у них что-то интересно есть все это наверху так ладно вода то пошла все нормально мне нужно к прорехе боюсь твое присутствие необходимо в штабе предводителя что-то случилось мятежник драка задержан за то что вмешался в работу прорехи он сгорел на них но они тупо пока сделан типа повторили все но увидел что может быть потом посложнее будет и стройки от починенного тобой в пустыне устройства это был удар для него понятное дело я встречусь с ним не может я не все сделал может все-таки надо уроки попробовать я знаю нет до встречи или руки не держался ладно да неплохо окей ну ладно спасибо консольщикам за бета-тест можете передать мне спасибо потом как быть на пока играть у вас такой баги возможно не будет возможно в любом случае из-за порта с поиски на пока будут проблемы дам так что здесь еще я хотел к руку зайти а это что такое это художник лицовой покраски по одежда прием бы еще глянуть швейца и может чукачнуть могу а наконец-то хоть один подсумок полезный надеюсь бомбы 8 бомб из пера грифа ну давай бомба не очень полезно я ваш кость лосось да продаешь что-нибудь новое охотничий лук о водный лук на из локационный солнцем охотничий лук неплохо выглядит огнем стреляют пробивными ударами стреляют качается видимо сильно 28 на 55 а у меня сейчас на третьем уровне шинковщик 36 на 74 ну это скорее всего сильнее кста если его качнуть силу воды надо по-любому попробовать взять лук воина морозный лук воина ближнего боя садная взрыв проща нитемет свечение вот канатомет я никак бурди бурдюков не поубиваю не знаю где они вообще ни разу не видел а да у этой эпики продаешь циркуляр волногрыза терзача вот это б и бурдюк для взрыв прощи с тремя типами урона охренительно там же на квадрат сравнение луков на логично ну сравнивал бы он разные уровни как бы здесь тоже будут усиленные стрелы да этот хорош огнем еще стреляют ну вот водный бы взять давайте водный возьмем морозильный вообще не использую может водный начну а ну щелка зуб кстати спирали здесь в основном электричеством настреливаю значит 7 процентов электричества здесь но водичкой планирую стрелять с 12 воды треугольник может сравнить на секс уровня стрелками можно менять твои руки все это предусмотрено да блин круто на макс уровне наверное ага неизвестный котел наводнения все пойдем по сюжету по сюжету костер по дороге еще не ну сайты надо надо но нет пойдем по моему приближаемся мне бы блин оленя где-нибудь приручить на еда еще можно было поделать аномалии какие-то еще в сталкер попал да лошадки для передвижения хватает на самом деле надо один из котлов зачистить чтобы научиться каких-то других животных приручать до пожалуй оставлю при себе сумок то надо куда бегу не дотянул опера грифа потратил недавно их нормально здесь так этих грифов скорее всего пером есть так а чё у нас лентарок пас пасть приручить давай успею успею ау это хорошо это больно да хватит как ахами меня закидал похоже на котел он отключен кажется ты нас считает его своим священным мне не 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 слезай ты сильно чинить надо я нормально его так покоцало надо как-нибудь удешевить на чуть через этот котел нет не через этот котел может у него войти не очень полезно если меня туда вообще конечно пропустят машины пока придется расстаться ну давайте это первый котел который мы зачистим звучит прикольно простите main сюжет немножко откладывается всегда ай блин надо было ладно я жив и уже хорошо я не смогу выйти там где ваш где-то должен быть выход ну вот тут два золотых слитка неплохо и теперь котла закрыта куда может быть а скорее всего он туда заберется нет наоборот оттуда мы выйдем о привет ну я не понимаю там не надо а ну там дверь уже не оттуда шел нет я не смогу выйти там где ваш где-то гигантские локации да супчик приехал тут же наверняка большой босс будет в конце а здорово тох и и и и и зави и нах Котелся еще Субтитры сделал DimaTorzok 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 Короче, по времени теряю Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 ее машины убили весь мой отряд вспомни видение предтечи не выбирали битву но все же они не дрогнули не отступили и мы не отступим во имя десятых ты пришла к нам вы знаете кто я огневолосая воительница одолевшая лучшего воина регала у света пустоши да мы знаем кто ты и адека духовница клана долинников ты пришла говорить с вождем хикаро не совсем мне здесь кое-что нужно все что тебе нужно даст вождь этот самый хикаро это изведение которых в котором говорил шериф который очень злой ну это записи от десятых я могу показать их тебе если хочешь по пути к вождю почему хикаро хочет меня видеть мы воюем с регалой а ты уже доказала что можешь выстоять против нее я пришла не воевать вместо вас не вместо а вместе но я не собираюсь тебя убеждать это дело вождя он умеет ваши видения ты говоришь это записи о десятых кто они предтечи которые приняли бой против машин на этой земле много лет назад их подвиги отражены в видениях ну или в том что от них осталось и мы помним и чтим их а раньше было больше видений намного здесь все было наполнено светом и звуком но с годами видение поглощает тьма одно за другим поэтому духовник все же как забавно они описывают да то что я не знаю электричество заканчивается или там что дали видение техника устаревает наше видение уходят во тьму поколение к поколению однажды роща угаснет но духовники будущего сохранят видение в памяти что пойдем каждую хикару он в тронном зале в дальнем конце рощи идем да узришь ты записи о десятых вот тут есть пупок ну да это же тебе не шаньхэ она повреждена запись не полный обычным делом какой-то военный лагерь по ходу десятые были храбрыми солдатами и когда битва звала их они взлетали в небеса и прыгали навстречу славе все ты нахт стараются поступать также пока не было одного вождя это то немногое что объединяло все кланы на музей похоже да какой-то воинский музей музей воинской славы миг охраду рима музея дает и есть музей привет энди не мог бы ты довести до сведения всех сотрудников занятых в обслуживании охранного протокола открытия и закрытия музея два этой шины я уже проинструктировал открытие за 15 минут до открытия убедиться в том что все географические экспанты включены посмотреть витрины на предмет следов пальцев не при необходимости протереть сухой тканью проверить температуру и влажность воздуха закрытия убедиться что роботы уборщики завершили свою работу дважды проверить остаток чистящих средств писать акт уборки провести последнюю проверку выйти через служебных мы пойдем посмотрим интересно я пока могу покушать луковые колечки на войне десятые забирались на отвесные скалы и сражались в снег и метель они делали все чтобы защитить свой народ они были непобедимыми нет не были но видения говорят нам об их силе и отваге а это главное для истинных солдат небесники почитают это видение больше других они поселились в горах к северо-западу отсюда 10 10 пустыне остальные боялись ярости давай говорить уже начинаем не интересно про твои кланы о том как десятые вели войну с врагом в жаркой пустыне где никто не смог бы выжить но вопреки всему они сумели и пустынники поступают также ты должна была пройти по их землям по дороге сюда да они довольно жесткие они сочли бы это похвалой так друзья частичная экспозиция вы видите голографические копии всех семи моделей боевых дронов джисин применявшись в том конфликте первоначально дрон джисин означались оружием граничного поражения тг-10 довольно быстро выставил их на посмеющих каждой своей операции будь то внезапный залп с холодных склонов gold mountain север от озера засаду солнечной электростанции на пустыне в пустыне невада или десантирование в джунгли колумбии для защиты колонны с редкоземельными металлами бойцы от ага-10 вновь и вновь доказывали что даже самый передовой и сам современным оружием не сравнить человеческой хитростью и здоров допустим за x вас так воруем у них ящики сумки не станет а вот в хранилище есть чаще лесов как дома они защищали что эй 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 солдаты в джунглях те самые десятые да они умели спятаться от врага в густых зарослях пока не наступал подходящий момент для атаки уже много лет мой клан клан долинников вдохновляется этим видением и живет в джунглях на юго-западе чужеземка прошу помоги починить ну чаще а подожди текст и записи мы можем услышать их последние слова интерфейс перри переданы в дар музею компании стерлинг молки позволяет воспроизвести данные любых авиационных бортовых самописцев послушаем поместить черный ящик в интерфейс просим вас хранить уважительно молча мы же находили черные ящики а у это полезно давай я помогу тебе да у тебя есть запись предтечь из этого ящичка слышные голоса предтечь но их заглушает мы один правда находили а он вроде так работал разве нет откуда так слышали о крушении черного ящика она пыталась украсть его и другие артефакты с территории тенакт остальные хотели похоронить его вместе с ней но я услышала голоса данные сильно повреждены но как слова не прикрывать голоса воинов прошлого озером сменяла бы их на осколки доблесть десятых должна жить в памяти не не совсем понимаю что значит десятые эти голоса и спас только что рассказали о них другая битва я могла бы узнать больше если бы нашла еще ящики собиратель сказала что возможно в обломках древних летающих растений вполне возможно заявила что знает как их найти до ящики излучают сигнал передающих местоположения и я смогу их найти если найдешь приноси сюда я прослежу чтобы с ними обращались со всем уважением мы почтим те жертвы на которые пошли эти древние солдаты и найди нахер я уже нашла одну запись до одну нашел возьму все позволь тебя отблагодарить очком навыков ресурс за день черный ящик можно что заодно купить вот эта сетка по вам была нужна дробилка и так ну предлагают леги надо брать леги помнил бы я что мне надо для прокачки я вернее для покупки на волна грыза оружие одежда самого качественного оружия одежды на верстаке циркуляры так пока не ну я даже не знаю у сгормозева очень сложно выбивать давайте выкупим скажи других мнения зачем тебе эти записи каждая битва чему-нибудь учит нужно извлечь уроки почтить павших много на землях ты ногт собирать или озером с каждым пойманом все меньше но они на что угодно пойдут ради оскол я всегда найдутся те кто готов рискал а что вы делаете собирать или проводят жизнь в ней моих если найду другие вот что в итоге а это какая-то роща памяти свиток аккуратно выведенные глифы карха дэка мудрая терпеливая духовница долинников наконец дала мне ответ на вопрос который меня беспокоил до того как меня захватили единственный тенакт с которым я довелось беседовать если это можно так назвать была пленница в солнечной скале которая не раз говорил о том что собирается присвоить себе кровь и детей своих врагов речи как мне казалось вполне подтвердили жуткий история тенакт который я читал детстве но за время проведенное в запретном заведении разу не сталкивалась позор с подобной дикостью я захотел узнать правду ли говорил это пленница как оказалось правду так объяснял что такие обычаи действительно имели место прошлом когда между кланами шли постоянные войны но после того как вождь хикара пришел к власти их объявили вне закона хоть и не искоренили полностью отдельные мятежники изгои до сих пор придерживаются старых традиций в обыдно что сами эти действия не настолько чудовищно как принято описывать у карх попробовать кровь убитого врага означало воздать должное его воинскому искусству а сироты захвачены в побежденных селениях вырастали полноценными членами нового клана то считалось вполне достойной судьбой месте такого сироты я вижу себя самого мне было трудно принять новое обычай а кое-кто в землях клана до сих пор отказывается меня признавать на чем больше я узнаю о своем новом народе больше вижу благородство которому молчу от летописи карка хорошо так мы готовы идти к твоему вождю давай познакомимся с маяки черных ящиков с его помощью я смогу найти остальные добро пожаловать зал героев зал посвящен памяти роберта медины который возглавлял финансировал борьбу против федерального правительства его боевых дронов general synthetics полковника эдварда до лохой командировал тг-10 гениального стратега опытного бойца полковника энд фараде черт артерское искусство помогло погасить вражду и заключить мир и всех кто пожертвовал жизнью в битву замухала вождь внутри ты готова ко встрече но когда дают такой выбор произойдет что-то интересное скорее всего на нас нападут вы уверены что хотите продвинуться по сюжету вы точно не хотите исследовать вон тот сайт квестик он всего лишь в ста метрах отсюда а может быть сыграем стычку она вот здесь прямо под носом скоро увидимся чужезенка талат еще чуть-чуть 1 качал спасительница мир сделала мне сказали ты сдержала войска регалы у света пустоши и победила чемпиона грудную 11 от яда впечатляет еще я встретила там вашего он сказал ты великий воин человек чести его смерть еще один болезненный удар мы не скоро восстановим ряды наших шерифов но если ты пришла предложить свое копье для великого воина у него слишком неудобная шапка я пришла не воевать за вас здесь внизу есть кое-что что никто не хочет забрать эту штуку у гг кстати да эту вещь невозможно увидеть и назвала свою цену теперь я назову свою мои шерифы мертвы и ты нужна мне помоги одолеть моих врагов и я пущу тебя в подземную комнату меня нельзя купить я не наемная убийца я должна спасти людей больше чем ты сосчитаешь я сосчитал трупы убитых шерифов сосчитал сотни тенакт чьи жизни стоят на кону я буду биться за них и убью каждого кто нарушит мир и ты тоже если хочешь попасть в подземную комнату ясно по твоей логике что помешает мне убить тебя сейчас и забрать нужную для спасения вещь попробуй может у тебя и выйдет бой будет в любом случае и я предлагаю бой с регалы и ее преступлениями я слушаю нужны шерифы чтобы племя было единым это звание воины могут получить только в боевом испытании куль руте я уже объявил о его проведении но регала намерена сместить меня а потому она нападет захочет убить меня перед собравшимися кланами и я должна стать твоим телохранителем нет защитить куль рут ну дать от куки типа клыки на приказах знаю что регала нападет один из кланов уклонился от призыва участников и заставьте код ты предводители небесников прижимники уклоняются заставить подчиниться всего лишь до 27 лет надо нужно я не могу провести куль рут лишь с двумя из трех кланов шериф катала поможет его ранили у света пустоши но он не бесполезен шериф на севере в деревне скальный крыш найди его там он отведет тебя крепости клана небесников если у тебя остались вопросы задавай что за клан из всех трех кланов у них самая надежная крепость защищенная стеной называемый валом их предводитель считает что сможет переждать нашу войну с регалой за своими укрытиями и сохранить силы пока вы ослабляете друг друга размышляешь как опытный шериф хорошо ты сказал что видел что то внизу видел в день своей великой победы о чем это десятки поколений кланы сражались за владение этими священными землями и лишь я их получил я сражался годами убил всех кто стоял на моем пути и когда я покончил со всеми врагами и остался в рощи один победа была моей так я думал гром грянул с востока и ударила синяя молния прямо туда гей умерла и прибыл эфир видение рощи вокруг меня стали громче и ярче и вдруг передо мной явилась новая предтечи говорили это что они сказали изменило все что притечи сказали тебе в новом видении то которую звали фарадей предрекла растущая опасность машин и велела объединиться против них она призвала шерифов чтобы установить мир видение растаяло и больше не появлялась я отметил точку где она сияла копьем и навсегда запомнил слова фарады покончил с войной между кланами научил воинов сражаться с машинами кульрут дал мне шерифов с тех пор племя жила в мире а там комната под троном ты потом входил в нее ходил внутри древние устройства она гудит от мощи ты увидишь все сама после кульрута клянусь тебе и кстати об этом кульруте рассказывал шериф как раз раньше кланы сражались друг с другом но теперь мы союзники типа арены будет против закона его олицетворяет против машин вроде бы каждый клан должен послать участников на ритуал эти участники должны проявить себя в бою против машин звучит очень интересно лица шерифами они объединяют племя и хранят мир ты зовешь их хранителями мира но шерифы на посольстве были войнами не только воинами они отреклись от родного клана и поклялись вечно служить миру и порядку они блюдут закон разрешают споры без них я не смогу править поэтому ты должна обеспечить проведение кульрута легендарный награду из нормальный сюжет почему я должна образумить небесников все ты на кто уважают сил а ты отбила атаку регало у света пустоши и потому что твои шерифы мертвые верно а что же катала он один не справится он коллег они не проявят уважение звучит несправедливо потерять руку справедливо уважают они его или нет но катала нам полезен он знает небесников и вырос в их крепости он сопроводит я билась с ее войнами у света пустоши но не знаю зачем ей война она была самой опасной шерифов острием моего копья и что случилось регало презирает карха которые сожгли живьем ее братья когда мы увидели красные набеги и разрушили свет пустоши она хотела гнать их до самого меридиана не желала мира после смерти безумного короля и не понимала чем обернется это война когда я принял послов авада она обезумела назвала предателем вызвала меня на бой что ты сделал когда она вызвала будь ты ты на как ты бы знала что ну строительство было нелегко у меня 7 шрамов с того боя шерифы требовали казнить ее на месте но я понял что не могу забыть о нашем с ней прошлом она не раз доказывала мне свою верность и я пощадил ее но она приняла милосердие за унижение которые она не может простить регала хочет твоих хочет но этого ей мама она не успокоится пока все три кланы не под кто знает машина уже нападали я знаю ну фашов был норм челом более того он был мостом между тенакты карха ни одного другого чужака мы так не уважали я надеялся он станет моим голосом в меридиане перемирие с карха могло стать чем-то большим союзом обменом торговля карха не такие как мы наш и память умирается но карха не забывают как я учился большая потеря понял ну все мы поехали и разберусь так вот и на севере но не получишь обещанное если преуспеешь поговори с декой на выходе она подготовит тебя к дороге кроме принц я не понимаю твоих претензий голосу главной героини скорее всего такой же с чего бы им менять актера озвучка часовой восьмой месяц какой восьмой восьмой стриг тридцать девятый месяц в сумме конечно же я удивился еще так мало выстрел стронки гер спасибо большое за поддержку отказом федерального правительства медина заявил что направится прибыль от своих рудников на поддержку жителей из юго-запада живущих остаться дома его самодвижный призыв был услышан во всей зоне перегрева вскоре к инициативе медины присоединились другие добывающие компании угрозы федералов оставить регион без воды которая последовала за этим только усилила протестное настроение группы медины подписала долгосрочный контракт с южно-американским водным картелем вот что до сих пор проблемы с водой тысячи лет назад были еще остались так кто такой вопросик приезжаешь моими сандой обку за кровосады можно оформить мне кажется ты уже был салон дэмпельмен тоже постоянный зритель не стараюсь дарить сапки за баллы только надо как бы ознакомительно хочешь попробовать наши смайлики пожалуйста когда только человек приходит на стрим нет не был я не верю помощь она пригодится в дороге до скального кряже по пути ты встретишь много машины жили все это же подарочные не летом видели там мятежников регалы машины и мятежники ничего нового для меня и правда иди на север нож егор потом поднимайся пока не сотрешь ноги от холода не перехватит вода не будут сапки за смертью думаю до 5 смерти 1 сапки наполнил тебя силы десятых снова из вашего скаточных луков доступны высокоточные отбойные стрелы благодаря потоку жертвого воздуха оба не обладают точным отбивающему спорить их чтобы сбивать броню защищенных врагов похоже придется помочь хикару чтоб добраться до эфира надо найти шерифа каталогов ускального кряжа на машине доеду быстрее однозначно перед этим посмотрим что здесь кислотные загонщики у мне нужны и загонщики нет как чё это и куда это вот так вот если известная машина можно использовать бомбомет уязвимость взрыв ключевой ресурс вот вот это вот мне надо по моему где находится на пузе да ладно затягивай лучше эй с 9 давай ну сбей же стоп кажется это на меня еще и ваншот 0 вас он там ничего с них не выпало геншин просто не очень нравится поэтому реже появляюсь бывает так ладно я так не понял что там за вопрос поэтому хер бы с ним поехали на север этим джунгом огненный секачи ну секачи мне не нужны птичка пока это ходит и чё так быстро едешь замедление времени нет есть но я его использовал в момент когда я как бы только только начал битву она с этим уже дрались ребята с этой штуками все еще ничего сделать не можем по моему да я понятия не имею что делать и вышками все видимо потом да отвалите так нам налево лучше до обзорной вышки счет бедные стрелы не выучил для обвесия детали там сюжету дает нет да сдохни уже броникад помоги убить эту тварь есть какие-то ключевые материалы можно взорвать кислотные стрелы черный мужик эй страница помоги убить эту тварь нужны и хвост ссори как бы теперь сила за нами да сдохни уже я тебя прикончу забрать хвостик ну я же прыгнул да сколько ударов хвостом один хп ровно остался и мы очень быстро догорели класс зелен шо ты как же они достали ну и чё оно не сохранилось у костра который был по дороге мой эпик эпик надо забрать утка неплохо вилочка утки да жив любит очень прижимает на а я бы скорее всего не смог потому что мы типа в битве были а блин 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 волю и шоу вы ну победе попытка 2 эй страница помоги убить эту тварь да ладно я тебя прикончу да так я почему промахиваюсь потому что я не забыл о том что целится в этой игре нужно при помощи геймпада а не при помощи стика и висит и страниц нужно попробовать кислотные снаряды бесполезно солдаты на акт в беде страница помоги убить эту тварь 4 также как на 5 проспособ прицеливания out хренов кстати знает до плед и страница помоги убить эту тварь я тебя прикончу или она меня теперь сила за нами почему блин этот исчезает сдохни уже подсветка а да как пост выбили наконец клятая машина прочь дороги сюда наверно сильно готова как раз попроще отложу на потом иди сюда помоги моей подруге стой не торопись объясни мы слетай доставляли припасы на юг и намали машин я оставил ее там чтобы привезти помощь из рощи и тут еще одна машина к счастью подоспела ты так твоя подруга сейчас бьется с машинами так об этом я и говорю вытащи ее если смогу а ты беги за подкреплением хорошо и спасибо окей ну это как квест будет работать нет ну видимо по дороге он тут ставка припасов и ходе и на этих ли ходе им заглянем масштаба на я просто не понял где она с ними бьется ну я просто не понял где она с ними бьется ну может тут управляетесь по координатам диметра вообще вон пойду костер прокнул шорт катики самое важное дороги вроде может быть лагерь мятежников ну да залезть и по серьезно ну вот здесь не обязательно карабкаться мнение стоп 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 я хотел присесть потому что увидел гигантских мобов но это как раз такие самые броникаты второе только что убил ну ланенько так мне лошадь пожалуйста и доставка припасов на излитая да значит она спасибо джинго я не обращаю внимание на их имена цели что так сейчас налево или на линии и точек углевая кстати стоп стоп да дальше по дороге должна быть еще одна ну вот она наверное пропавший солдат из того конвоя и и а и и и и более-менее с машинами ски таки выкачнуть еще чуть-чуть да не те же самые что меня ваншотнули на когда можно идти немного с пути сбился это конечно неприятно обыкновенная что-то попробовать надо вначале броню сбить до минус у хп 1 какаха в лицо прилетела надо за кусок брони нельзя забрать нет чатянка нам как бы ну не помогает я сказал да вроде несколько стрел было да и чё урона то не наносит я понял ну мне против нее есть на самом деле электрические стрелы вроде бы или нет их наверное надо вначале им броню сбить надо в атаку медлит ну да он же должен был с подмогой вернуться завистка электричество да он развернулся блин да он развернулся блин что у меня есть во первых между стрелы да это красиво согласен фурия он деревянные стрелы блин ну давай ловушку поставишь прыгать сюда и я ее краснула так ли мне нужно ее хвост сейчас потому что у меня они уже есть давай сюда в тело например тоже 3 по моему после твоей универсии что я жила там стрелы с наконечниками железом таких же таким же как у этих всех машин так что ну типа норм спасибо если бы не ты я бы стала кормом для машин я лишь немного задержала их пока твой друг не привел помощь ну что ты я по дороге чуть жизни не лишился в это я верю надеюсь хоть часть припасов осталась цела я тоже еды вечно не хватает солдатам в роще нужно что-то есть не возвращаться живу кусок сколько процентов уже прошел я этой бедолаге помогу и мы соберем то что осталось от груза есть захотелось спасибо ты нам так помогла берегите себя удачи а в награду что но 1 очка навыков сойдет статистика прохождение заданий 27 процент до 743 ну неплохо вроде бы уверен за основной сюжет при много процентов идет так жилья больше ничего полезного не позбивал должен был вот эти куски конечно которые лежат очистки сетки топ по 3 создаю кстати так за набитами загонщиков да ну мы топаем дальше где моя машинка спасибо сказали ну действительно топ не в ту сторону да на говорила тебе хвост машинами который ты стал никого убивал похоже скальный кряш уже близко торгуюсь какой-то вы тут конечно тренируетесь а я у вас сундуки заберу спирали тканей мне бы кстати по продавать спирали на самом деле типа он 2 блин все три продал черт все чего больше 1 и она плюс 12 а больше 1 больше и нету как ткани ткани можно все зеленые убирать на самом деле там они резисты дают не очень полезно может быть я что-то могу улучшить нас плак челк нет морозильный взрыв прощу рассекающий высокоточный давно у меня такой умой 265 а вот они отбивание деталей да вот этот лук мне нужен понял мне мужик что ли дал сетка щекла щелка зуба сетка бурдюка для отбивания деталей нам теперь надо новый поставить спирали на ближнем урон при маскировке упавшим целей урон при отбивании детали плюс пять процентов на из сила воды кислотный лук не хочется убирать нитемет пламя горное общение юзу они нитемет юзу взрыв прощу не юзу знаешь а там что-то взрывающиеся плюс не помню все будем вот этими вот высокоточными отбойными теперь пытаться ломать разные части важные части выбивать о хоть ничего где мы так давно их не видели предлагаю выполнять осад квест бежим бежим по майн квеста на арея на арену какую-то да снег приглашает звуки игре вообще shift есть посмотрю как ты прыгаешь дышишься вот вот это бег вот это обычный бег обычная скорость рада видеть добро пожаловать в угодье было в песне долины и что ты делаешь здесь в землях ты ногт я и вина смотритель этих угодий слежу за тем чтобы наши воины а также наши соседи у тару могли здесь обучаться борьбе с машинами прямо как у наса быстро да поэтому есть мы слышали что эти трусы присвоили портал ничьих угодий но наши воины тренировались в подобных местах еще до войны клана можно это тоже костюм ясяп заклад что наши испытания сложнее любых придуманных карха они будут непростыми даже для опыт и физику вот этих вот лепесточков груди пройди испытание и получишь лычки которые в свою очередь принесут тебе медаль лычки лычки да понимаю приветствуем тебя в угодьях ух ёпт просто нормальный у него тут угодья у них здесь тренировались но вот этот юнит нужен кстати да не холод стреляйте в бурде и морозильными боеприпасами чтобы сделать его хрупким разрушить мешки для очистки грузов если вы попадете в мешок морозильного бурдюка для очистки грузов достаточное число раз произойдет взрыв который заморозит другие машины пока бурдюк остается хрупким вас есть ограниченное время чтобы уничтожить его мешок и пищевод засчитывается разрешение любого из двух мешков пищевода или мешка для очистки грузов спускайся по одной из веревок и начнем это бурдюк первый раз эту машину вижу мешок для очистки грузов или пищевод просто сбить его не хрупкие мешки только когда они становятся хрупкими то есть резина прощения а это же миткера лоном не наносят уничтоженные хрупкие мешки и вот эти вот еще до может быть для заморозки есть еще какие-то здесь а вначале надо бы вот его до пробить что убить у меня чтобы у меня восстановились снаряды пожалуйста мешки не вообще может быть по вот этому и надо стрелять да не похоже ну вот теперь он заморожен и теперь можно ломать здоровый бурдюк ну ясно увидел да у меня еще были морозные стрелы на другом луке принципе но вот этот вот а а а а а а давай теперь надо себя каким-то образом заморозить до манский уворачивайся зельку отвратительное место пока заморожен есть ну и надо их добить раз уж такие дела наверно я тут еще один ходит нечем стрелять видимо нет это не очень пассивные уху как же много травы в минус просто нечем стрелять я что да хотя бы типы не знают циркуляр бурдюков выбить пока я здесь главный нерв среднее ядро машины впечатляющая достойный приз за достойную победу как я успел хотя бы да вроде бы успел еще у тебя за следующие испытания и удерживающих хочу требуется перчатка дискомет ясно ну видимо моего и не если что я здесь ну либо купить у него четко дискомет ну давай почему нет держать р2 перед выстрелом чтобы зарядить дискомет для увеличения мощности и длительности действия дисков прежде пойман диск взрывается при следующем падает диск при этом поймать установить мощнее а затем возвращаются особенно хорошо подходит для отбивания деталей так подожди улучшить этот дискомет могу зеленцом что не мне понравится здесь модификация не стоит стоп это же мой основной лук почему в нем модификации не стоит успешно так ближний вы выстрел наносит величины урон шанс критического попадания допустим более эффективно потрясает врагов ох диски 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 обучалась здесь взрыв плазмы плазменные боеприпасы дайте нет и что вы пойдите в машину диском поймайте диск после каждого вода не чтобы зарядить его полный заряженный диск возвращаются при следующем столкновении с преградой в этом исправе засчитываются взрывы вызванные водами полный заряженного диска в машину насколько один нужен спускайся по 1 2 и начнем пока понятия не имею как делать ну ладно не поймал понял так последнее выпадение есть но убить один выстрел надо было сделать один поймал последний раз так ну вот уже лучше так не а ну а их и буду за драйвена играю за драйвена на геймпаде да 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 не попал в принципе так я вам так скажу дисками я после этой после этого квеста пользоваться не собираюсь как нет боеприпасов только что же поймал какой бред никогда в жизни я эту пушку пьюзать не буду да ни за что да конечно еще куда куда же он еще может отлететь то не поймал да пошел нахер какой отстой просто какой отстой у меня там стояла за пушка водная нет вроде на ледяные ветра указывают ты можешь я верю да это было долго пойдем лучше на арену дай знать если передумаешь так квазда скальный кряш мы сюда идем найти катала или подождите-ка да вроде вроде туда main quest вел 200 метров а он я даже вижу куда нам надо пока держится момент эффективен только самыми сильными дисками которые ты не будешь тратить это их любом случае будешь тратить третьим выстрелом в этом весь прикол этой цепочки будешь их тратить с надо три попадания сделать обратно 3 не ловишь правильно и можно мне пожалуйста у вас на ночлег остаться холодно блин зима какая-то ненавижу снежные горы а вот искали хочу теплую таверну катала ждет меня где-то здесь но сперва лучше осмотрюсь я бы тоже нет 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 ничего полезного кстати средние зелья дорогие 3 лечебных ягод и сундук на самом деле нужен и кстати повар тоже не пригодится горная баранина повышение на три уровня лекарства звучит неплохо нет смысла голодать ягод можно выкупить да хоть все 30 не так-то и дорого да я очень давно не продавал вот это отметить для продажи продажи за металлические осколки в области применения да точно или покупка детали машину с кубчиков трофеев мы смогу достать еще неужели ты защитница стоп тогда мне слухи давай что-то говно не очень понравилось копию недавно взрывные металл и я хотела бы предложить стать твоими глазами и ушами ведь здесь не происходит канатомет нужен попробовать есть сообщение о мятежниках их заметили в лесу на юге часть их разбила лагерь на юго-западе у побережья а другие укрепились к западу отсюда завалом у нас не хватает людей чтобы разобраться со всеми так что лучше быть начеку понял спасибо что рассказала слышал твой брат получил знак от тренера боев как будет время попробую помочь танок с мятежниками так ну давай веди нас долина наводнили мятежники регалы разведчики говорят что они уже много дней сгоняют сюда машины на одних ездит других пасут в третьих разбирают на части снимают оружие нас ждет очень трудный путь кто нам пора идти мне приказано отвести тебя к валу чтобы ты поговорила с ты код и был бы от этого толк не спеши мне нужно знать кое-что еще ты был на посольстве был не очень помню там руку постирали о судьбе других шерифов все они будут отмщены ты еще не вылечу я не вылечусь но это не помешает мне разбить черепа врагов кабанчика остановил я рада что я тебе не враг голыми руками как думаешь зачем воины регалы сгоняют машины в долину подобные сообщения мы получали отовсюду мятежники пригоняют машины из диких земель но судя по всему долго управлять ими не могут пасут их в лагерях там они делают с ними что-то и добиваются постоянного контроля перехват в два захода я о таком не знаю но это не все ходят слухи мятежники выискивают крупные машины не знаю какие надеюсь они не научатся управлять ими что это за место скальный кряж был военным форпостом во время воин кланов его цель охрана входа в долину и наблюдение за происходящим внизу сейчас из него наблюдаются войсками регалы жаль у нас не хватает солдат чтобы не просто наблюдать был бы еще от этого толк что ты имел в виду вал не знал поражения с основания клана тыкота считает что за ним ему нечего бояться если он решил не подчиняться хикаро то чужеземка и шериф калека не смогут его переубедить а вождь читает иначе ну мы попробуем почему ты уверен что такое ты не послушает нас змей засевший в норе слышит только свое шипение да брось это все что ты скажешь хикаро говорил что до шерифа ты прежде был небесником расскажи все что знаешь тыкота хитер мелочи на мстителям хватил у него духу он бы давно напал на хикаро но вместо этого он завидует ему спрятавшись за балом мил бублик привет ждет что его враги ослабят друг друга этого достаточно вполне пока да и какой у нас план вал к юго-западу отсюда мы без сомнения еще не раз встретим воинов регалы по пути придется пробиваться с боем или как-то прокрасться мимо них простого пути нет как всегда давай не будем тянуть ну у меня навыки есть дополнительные чутка есть на изготовление инструментов увеличение длительность положительных эффектов пищи и можно уменьшение урона при падании в собственную ловушку растяжку купить свое решение чтобы усилить стихийные атаки ускорить их накопления также повысить защиту от стихийного урона прикольная бассивка из-за снега у меня все одежда так сейчас мужик подожди я посмотрю что здесь еще да вроде ничего кроме игрока в стычку значит поехали я хочу выйти на эту арену мне чуть кажется что дарин на самом деле еще долго надо убедить этого такого убедить этого такого и все же ты на кто уважают сильных и надежные клинки кто не сражается бесполезен ну мы с тобой бывалые бойцы правда не хотелось бы это доказывать а значит вся эта долина принадлежит небесникам да клан защищал ее много поколений от кого от других кланов и даже от карха давным-давно нужен урок истории поговори с духовниками когда ты ушел из рощи как ты узнал что я соглашусь помочь хикару когда вождь и желает кого-то убедить у него получается костер когда начнется битер я буду готова мужик ты же видишь это да торопись нам надо догнать остальные они приближают торопись маншот не сражайся и сражение идем дальше страница чужезерка и однорукий солдат для вас этого много еще есть я просто хотел защитников убить че да да эй да чувак ну дай ты дай ты дай 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 идем дальше лан блин чувак хочу сохранить следуйте за каталой притворился до мятежники собирали детали машин может они нужны для перехвата атака ты бездействует зачем что-то делать если есть балл я вырос за спустя легко поверить в общем безопасность куда очень бежим жесть там еще мятежники мы должны быть дизельны как тут у нас щитовики две штуки убейте мятежников регалы доп если попробовать их по столсу вырезать то в принципе спокойно вон там смерть жестокий я бы не успел скорее всего он там видишь сходи проверь у однозначно кстати чуваку скорее все понравится что мы не по стену проходили а дрались с ними со всеми на да боже ну как ты на тебе взрыв это мертв так спираю уничтожить прям не всегда работают идем дальше ну вот так вот этого надо полутать ну 30 скоб на самом деле ну сейв сейчас мы утрак убейте Продолжение следует... 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 давай я кстати ни разу его не делал может и ночью мертвые не побеждаю я попал держи дистанцию и будешь жить эта комбинация поможет тебе уйти от никого не доставить их врагу но так и плюс удерживания 7 секунд дальше перепрыгнуть через первого противника движение вперед плюс r2 удерживать нанести пикирующий удар втором во время падения так нет стоп выживание на поле боя зависит от тактики не всегда ближайшие щел выбирается сумма не прыгать через роботов возможно очень даже кстати неплохо хочу здесь не могу про могу пройти rr 2 крушитель потом удерживать р1 затем отпустить отпрыгивание удерживать попасть противника тренировочной пробейте блок и проведите быстро и агрессивно так чтобы сократить дистанцию отпрыгнете и завершите серию точного да я понял его так так не то атакам пока им нажал мощно слишком долго после не понял видимо после этой атаки сразу надо отпрыгнуть не вот это странное испытание очень ну вот возможно ну типа победишь в следующий раз а это еще прям за время надо было полтора минуты жизни в никуда отпустили ну да все отпустить удерживать отпустить все просто так пристал или урон защищающему я правда не попал можно нанести крушителя а затем атаку его ударом полумесяца тут проверьте свои навыки и двойная будет сражайся осталось может другой раз mission не думал ты научилась среда воде да то есть я не могу довольно живучим может в другой раз концентрация накопился все испытания боевые испытания уже не кажется такими легкими испытание закончено может в другой раз успеть ну успел но уже сломене конечно отклоняемся и дамажем просишь обучению типа сквалды и да у него просто ты научилась чередовать удары стоять тебя учили драться братан может не в другой раз в этот мой клинок еще может поверить довольно и выстрелить заслужить свою честь да да боже чел она еще превзошла меня останавливай клинок это защита просто замечательно покачка пассивок на скорость накопления серьезно ты видел вообще где взорвался этот камень чел побега ты хотела этого бой не я же довольно я отпрыгнул может быть на этих другой раз мувах хотя бы какие-то про ему будут пока я могу атаковать не он с молотом бьет быстрее чем я своим копьем мой клинок еще может просто замечательно у меня здесь электричеством добьется испытание закончено может в другой раз может в другой раз может быть да боже ну и серьезно довольно испытание закончено я все-таки большого надо бить они мелкого у них хп примерно одинаковое количество но большой прям жесткий вспомнить и мы тебя учим тебя учили драться мой клин шевели своим клинком видели сколько мне ногой глин снес слишком медленные атаки у тебя есть еще один удар в этой серии в другой раз острый клинок лучи нас так делись ох слева его честь ты в порядке я а Хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Не останавливай ночью очередовать удары. Довольно. Испытание закончено. Может в другой раз. Что за фото такой? Заслужи свой. Да-да-да-да-да. Мой виновник еще может разить. Ты должна противить тебя. Хороший либо. Красивый. Просто замечательно. Довольно. Позиция. Испытание закончено. Может в другой раз. Довольно. Испытание закончено. Может в другой раз. Сразу тебе ранен. Хороший. Довольно. 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 Сражайся. Хорошо, что урон в этот момент не наносится. Своим кликом. Блин, чё, ты серьезно? Просто замечательно. Брат, ты учил ее этому? Красивая связка приема. Не останавливай клинок. Ты издеваетесь? Сражайся. Довольно. Как я должен это... Может в другой раз. Как? А куда я еще стрелял? Типа не в тело? Заслужить твой. Как вы думеешь? Это атака просто смешная. Довольно. Испытание закончено. Недлохо уклоняешься и получаю по лицу. Рази без промок. Ты не хотела. Тут прыгни. Ты должна поверить в себя. Долго ты не пробегаешь. Вставай в тюгерине. Хороший. Просто замечательно. Что вы понимали, я... Тебя надо заслужить твой знак. Тружок. Ирак. Ты в пояде. Где она этому не училась? Хороший выбор. Накончик. Сражайся, брат. Ты учил ее этому. Не останавливай клинок. Кажется, мне нужна прокачка милишки. Серьезно. Может, в другой раз. Типа хилиться здесь нельзя. Заряжается энергия клинка. Ну, недостаточно быстро. Сражайся. Я с тобой сдерись. Красивый сейчас прием. Просто замечательно. Западут твои враги. Ты в порядке? Ты научилась чередовать удары? Да, тварь, ну отвали. Это трусость, а не бой. Да какая трусость? Я тебе пытаюсь не стрелить. Я твой братишка станет. Будет очередовать удары? Я уверен. Хороший выбор. Жизем просто замечательно. Это по-пятьсетка по мне и будет сносить, да? Чем ударом. Не останавливай клинок. Хороший выбор. Не останавливай клинок. Хороший пример уклонения. Ты научилась чередовать удары? А, да? Шевели. Красивый связь. Это просто замечательно. Красивый связь, которые. Ты научилась чередовать удары? Я уверен. Для поражения хватит одной ошибки. А у меня 30 секунд еще, чтобы последнего пробить. Нет? Хорошо. Я еще не победил. Он еще и встанет. Довольно. Испытание закончено. For fuck's sake, нужно одновременно бить. То есть, это не просто так. Испытание висит-висит-висит-висит-висит-висит-висит-висит. Пирак, ты не хотела его. Замечательная дверка. Неплохая атака. Отлично. Ты ранен? Еще у тебя. Довольно. Испытание закончено. Может, в другой раз. Что? Довольно. Испытание закончено. Вспомнике райсерской защиты от атака. Я основном тракте. Тебе надо заслужить свой знак. Дирак, ты в победе. Замечательная. Давай. Хорошо. Ты ранен? Я серьезно. Мне кажется, надо забить и вернуться сюда можно, когда прокачка клинка будет хотя бы какая-то. Потому что я вообще урона не нашел. Серьезно. Довольно. Нет, нет. Я сдаюсь. Может, в другой раз. Ну, взрывы копья вообще откопятся медленно, урона нет. Готово. Я пойду. Вообще просто бред. Ну, ладно. Доверитесь до основания вала. Поехали. Отшили тебя, чужеземки. Еще посмотрим. Чего от меня хотите? Мне нужно немного отойти от стены, чтобы ее просканировать. Стена такая-то. Так, что же. Сканируем стен. Ливние блоки. Как я и думала. Там есть что-то металлическое. Но эти валуны мешают сканировать. Подобраться бы поближе. Но как? Вот пещерка. Похоже, я смогу забраться на левую часть стены. Рядом с водопадом. Вода затекает в стену. Может, там отверстие? Если потянусь в луну, они подадутся. Она сейчас хочет обрушить целый город по факту, возможно. А теперь просканирую танк еще раз. Just to prove the point. Вот бы взорвать его. Бронированные машины. Ладно, тут ничего не сделаешь. Надо найти каталог. Они тебя учили ударом, спецом, чтобы ты фейливать. Брати не так просты. Не, ну... Да, они меня научили ударом по двоим. Вот этим вот. Но все равно, типа, связка ударов у меня более-менее нормально, мощно. Стража сказала, ты ползаешь по стене, как крыса. Что во имя десятых ты удумала? Так вот и сказал, что он не пошлет участников, пока они в безопасности за валом. Так? Не напоминай. Надо сокрушить вал. Ты там головой о камне ударилась? Я серьезно. В стене застряло что-то из мира притечь. С ядром питания. Можно взорвать его, но надо пробиться через слой камня и железа. Даже если это и правда, мы не справимся без орудия. Точно. Ты же говорил, что мятежники снимают такие с машин в долине. Пошли. Нет. Я не стану участником подобного безумства. Хикаро приказал помогать мне. Ты ослушаешься его, как тот навозник с горы? Ха! Удела. Это было грубое сравнение. Возможно, у мятежников лагерь на северо-востоке. Зали так хуйки. Медведи какие-то полярные. Мы пойдем на них на всех вдвоем? Вроде того. Да. Мозгод у тебя мало. Зато храблишься. Кстати, вы с такой-то так разговаривали. Мне даже показалось, что между вами вражда. Ну, с него вот этот клык, сетка нужна. Сетка это броня на груди, да? Нет, нам не грузовать всяких ресурсов. У нас не нужно. Вот этот вот кусок. Как на долго их крафтит. По-моему, попал. И ни хера не произошло. Я не знаю, в чем прикол этой стрелы. Стрелы. мы терпим 50 нет бедный медведь он камин меня даже не идет а ну видимо выбил стрел мужик мне помогать не хочет прочь все детали почти с мишки уже сейчас подойдем мяшотник что лучше подходить не буду капец сколько шурона то по нему надо сделать знаете в попу прям жести грузовой отсек для ресурсов мусор в котором он копался тельки участи был живущим тут куда уехала деталь то которая я пытался сбить и взорвал видимо она не выпала все таки может их реально надо вот этими стрелами пробивать отбойные стрелы скаточная ну и чтоб может или вернитесь катала а вот мы что сюда упала скатилась совсем по реке вниз вроде не холодно ли тебе угол две или три надо и всю бронь собьет ты бежишь да мы приближаемся к месту где видели мятеж так похоже мятежники раздобыли оружие посильнее сейчас тот самый который медведь его что даже слоник есть и 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 правило взглянуть не найдется ли какой способ победить ту машину визор мне поможет уязвимое место невозможно разрушить взрывается это отметим уязвимость к льду снимается чай ресурс снимается и вне бивне обязательно выбиваем по-моему не мне даже нужна цепная реакция есть на какой-то что может может думаете он увидит если я сделаю так так а и и и и и и а ага там еще гигантские пушки ракетницы по бокам их надо явно сбить че будет вторая битва с громозелом на на час пожалуй стоит взглянуть не найдется ли какой способ победить ту машину да боги поможет отряд подъем скоро выдвигается как-то мне только бивни ответы отметь убивать Но опасно даже без этих частей. Ещё раз! На! Угу, да, ракетница прям вообще, это адский, да? Её типа можно хрупкой сделать. Закинув пузом, да, в тебя. Хорошо. А, ты нормально, да? Что, чел всё ещё там? Её всё, упал. Эти ракеты, это, конечно, очень больно. Эти ракета. Эти ракеты, это, конечно, очень больно. Я не знаю, это, конечно, очень больно. Он был спать. еще хочу хотя бы один бивень сбить ну конечно же вот эти штуки может быть их даже использовать можно будет есть как же достали мобы а да на тебе бомбу наступи в нее да боже мой ну чел ты обещал помочь справиться отвлекся на мобов ага конечно офигенно сбивал бивни офигенно дамажу мамонта отвлекся на рандомных чуваков которые меня закидывали да умри ты уже хватит мне мешаться а и и и и и и и и по слабому бей посла чел тебя забыли спросить и 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 решил простая не что бы они желтеньким светились гений так от ракетницы просто пока попрыгаю два я логов и игра по персонажу в геншина прикинь шумалой в геншине оказалось столько популярно что соли сделали две игры про нее я же стараюсь стрелять все выбил нет на банку пожалуйста и не любят холода мужик я понял что холодом был как вариант знаешь что и ну можно попробовать не я ноль нанес просто 0 тут бочки вон с холодом есть если бы она на них наступала я сейчас заберу четыре бивня никогда больше не пригодятся ну взорвись прошу тебя устанавливаемся включаем усиление ну как бы чуть-чуть подморозился но кем ты там блин дерешься готовимся к бою болен пока не светится еще эти под плазма пучки тоже и нормально так у кафе у кафе у кафе у кафе лей 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 пожалуйста я же накидал стрел кончилы бесит ты прикончивай эту тварь щел кажется не догоняешь у меня веточки закончились а да убийство давно я ветки не собирал остался последний не стой на пути кстати бринга я не знаю скорее всего нет дожди оцените орудия после того как я клыки пособираю и ягоды пакет лично позбивал вообще прям молодежь это есть бивня вернее он там была какая-то крутая пушка видимо с него упала нет нет просто здесь лежала пушка лиходея можно было взять но я слепой конечно же в полусражение хер найдешь а здесь еще куски льда до лежа 2 взорвать можно забавная себе еще сдох соответственно эти бочки так что я только три бивня нашел у них должно быть явно больше ну их там четыре было он последний легендарный тоже лежит да бивня хорошо позбивал классно титик тихий сегодня каждый день на этой игре каждый день всего три где еще один там что-то крутое лежит или не круто ладно нелегко будет тащить до самого вала вот насчет то что совсем не уверен может я и коллега но спина у меня крепкая ты как фильм смотров смотрят ну да так есть люди вперед надеюсь блин мужик я правда я еще не нашел один бивень и сам труп не полотал по моему нет ты отлично сражаться что мы выживем победили ими тешки каждых машин наконец дать им отбор думаешь орудия правда справиться с задачей ну скоро узнаем он бы эпически майн лук майн лук все равно принц самый лучший просто идем там что-то электрическая валяется а наш в этом мы бивень пойдем метрах какой-то вопросик я хочется узнать что за вопросик на самом деле уже ты не против если я быстренько ну я был образе ясный гормандром не замерзает и я тоже блин ну я успею забрать почему нет я из пушки с которой заходя или за той которую чувак держит нам уже не дадут поэтому для ходя и сейчас это может стреляли с ним фу ну вроде сейчас какого раза справился с 3 со 2 меня тогда лучшеньки не убили ну с мамонтом справились но гравитация злая ты еще легендарный с лесной короткой спрыгну такой цвет пошел бы моим доспехом fashion horizon еще выше забрался думаю что из этой точки дрона тоже можно нет и это довольно далеко может быть он стойного да не пойдем дальше наверное ну тут ближе всего мне кажется нет либо я просто разгон про выберу сюда-то он особо и он так чисто мимо пролетает штука мне пригодилась нет отвратительно модера есть есть чуть и надо ну запрыгни ты уже позже она пешком да не надо за это цепляться ты пешком и справишься собирать его кто будет похвачил бедняжку сумка забита потом заберу из хранилища понятно доктор петучий понятно суждать теперь мне нужно извлечь из дрона данные ну мы здесь на мешках хоть он так ждал модера чтобы просто забанится как же людям заняться нечем да вот бы моя жизнь была такой интересная как его ну или наоборот нет лучше не надо куда мы вернитесь каталог это каталог пускай к нам вернется то есть он же тоже ровно за мной бежал или ты не можешь здесь переплыть или что щелки я понимаю что это с пушка из тяжелой но давай я помогу застрял стал телепортируешься к нам короче надеюсь может хранится у костра и перезайти в пенс блин мужик ну вот я по пути бегу ну телепортируйся ты ко мне на пожалуйста заодно водички себе принесу а вот же он класс или не он баран 7 дальше я сама мы на месте но одного орудия мало тебе нужно чудо сейчас будет давай так сперва отстрелю камни защищающие топливный элемент работа все это не сработает Вы только поглядите. Детишки играют в осаду. Надеюсь, вы не оцарапаете мой вал. Слышите? Не позорьтесь, уходите. И оставьте бедную гору в покое. Твой последний шанс, Декоте. Ответь на призыв Хекаро. Ты не понимаешь, это ваш последний шанс. Иди прочь, Декарка, живо! И калеку с собой собери. Джексон, сорок седьмой месяц с ресторанчиком. Вы истин стронки георгий. Здорово! Ой! Я сломал вашу дерево ушло. Короной заболело. В этих камнях хранились древние бактерии. Древние вирусы. Что ты наделала? Ты больше не спрячешься за стеной, Декоте. Придется послушать Хекаро. Очень радикальный метод. Я бы сказал, слишком радикальный. Мы ее восстановим! Сейчас же! Вы в безопасности? Вал не может защитить вас от одной пушки. Не говоря уже об армии машин. Единственное спасение для вас объединиться с вождем против Регалы. Ты сказал, что не пошлешь участников, пока клан в безопасности за этим валом придется их послать. Или твое слово ничего не значит? Отправьте. Не расслышал. Отправьте участников. Я надеюсь увидеть цвета небесников на аре. Они какие-то жесткие. Отлично, шериф. А что будет с поселением? Научиться жить без своей стены. Ну да. Это лучше, чем жить вдали от племени и быть пешками в глупых интригах Текоте. Но если переживаешь за них, поговори с Герой, духовницей клана. Она подскажет тебе, кому нужна помощь. Да. Я попробую. А мне пора в путь. Хикару ждет новостей. Я с тобой. Увидимся на Кульруте. Хорошо. Там нам тоже чудо не помешает. Ну пока что я не хочу у них здесь тусить по этому телепорту схожу. И найду духовницу Герру. Не, не сейчас. Или это наш Майнквест? Нет, наш Майнквест Кульрут. Я хочу на Кульрут. Это же большая аренка. Должна быть. Так, я хотел навыки, да, прокачать? Милишные. А то у нас мы не справляемся. Это сколько стоит? Единичку. Увеличение урона на силу цели при освобождении заряда. Ага. Залп. Увеличение урона от взрыва. Да. Что здесь еще? Разрушитель. 4Р. А, короткий удар. Пауза и много быстрых. Блин, это, наверное, супербыстро накапливает, да? Критический удар. Критический атак кинуешь на 50% больше. Это надо взять. Все, хорошо. Милишечки подкачал. Пасы припасами перед возвращением. Снижаюсь. Что здесь еще у них? Зона обитания лентарогов. Так, скуль рут. Заберитесь здоровью памятью. Хочу участвовать. Большой арене. Зона с нами. Пропустите. Чужеземка. Вождь Хикара и Шериф Катала ожидают тебя. Достаточно места по сумке. Так, в черных ящиках я больше не находил. Для наград. Куле рут скоро начнется. Когда он закончится, я смогу попасть в комнату под троном Хикаро. К эфиру. Тут еще что-то есть. Экспозиция о Де Ла Хоя. Три, которых был полковник Эдвард Де Ла Хоя. Харизматичный офицер, связанный с семьей Робертом Единородственными Узами. Де Ла Хоя родился и вырос на границе Аризоны и Невады на момент кризиса. Он возглавлял подразделение ОТГ-10, дислоцированное возле Тусона. Семь и нескольких его подчиненных проживали в зоне перегрева. Все они глубоко возмутились указом 73H, считая его открытым злоупотреблением властью. Угроза лишится своей земли, пусть и непригодна для жизни, побудила к действиям многих военнослужащих из консервативных штатов и регионов, затронутых изменением климата. При тем, как заключить договор с Мерасур, Медина обратился за советом к Де Ла Хоя, который в свою очередь обсудил вопрос со своими непосредственными подчиненными. Все согласились с тем, что федеральное правительство может направить дроны против водного флота. Сан-Де Ла Хоя, который сам был военным летчиком, заявил, что его обучали тактике одиночного боя против эскадрильи дронов. Вот вы меня так у него обучили. Там что-то? Опять экспозиции эти, да? Фарадей. Полковник Фарадей. Власть стреляла от участия обоих действий, сыграла ключевую роль, принимая внимание на значение регионы и военные прошли, как его голос прислушивались обе стороны. Привычная армейская примата, красочная писа. Требность общества, доказав необходимость на объединение перед лицом изменяя климата и растущий автоматизация. Похоже, это путь к арене. А, давай, Ариана! Че он, лифт? Это была другая часть здания. А теперь площадка для боев. Посмотри на них. Они готовятся к битве. Класс. Прямо в смысле. Катало катил пушку. Место на глазах у всего клана. Вы отлично справились. Но теперь главное кульрут. Кто-то пришел сражаться, кто-то посмотреть. Знают, что регалы объявятся. Местные олимпийские игры. Я выполню свою часть уговора, если ты не забудешь о своей. И какой у нас план? Катало. Есть два пути наступления на арену. Через стронный зал и по тропе с севера. Мы везде поставили заслоны. Но если регала приведет на кульрут машины, ей придется атаковать со стороны тропы. Станешь с нашей обороной там. Отбей атаку. И у меня будут шерифы. Выполнишь свою часть уговора и получишь обещанное. Подожди, меня одновременно раз не верю. Подготовься. Когда начнется кульрут... Где будешь ты? Я знаю, где буду я. А вы двое? Я буду здесь с вождем, как полагается. Если враг доберется до нас, мы отомстим за наших павших воинов. Если до этого дойдет. Роща, арена... Все это части одного древнего здания? Да. Это место, посвященное подвигам десятых. Памятник их жертвам. Жертвам? Видения говорят, что на этой самой земле они отдали свои жизни в бою против машин. Здесь в их честь мы и проводим, кульрут. Приступим. Покончим с этим. Хорошо. Найди дек, сила десятых с тобой. В сундуке лежит броня. Возьми. Может пригодится. В каком-то таком сундуке. В этом? Моя сила, твоя сила. Да. Ну, плюс владение тяжелым оружием, повреждение бронеприскрытной атаке, лечение в низком здоровье. Эт, какое? Она защитит тебя. Не, 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 не показала защитить вождя. У нас есть приказ. Куда мы двигаем, движемся туда? Можно я просто тут по кругу пройду? Кулерут. Это кулерут не теряет бдительности. Взильный взрыв проща. Ну, довольно дешево улучшается. Почему я ее еще не улучшил? Потому что уже скоро новая должна быть. Ружья третьего уровня. Так, а броня не та, которую я нашел. К сожалению, нет крыльевого горелка долгонога. Концентрация. Текстовая запись вроде неплохо. В этом кратере можешь сделать клевый стадион. А что, я бы сходил сюда на матч. Только надо поставить ларек с хот-догами. Больше туалетов. А еще сделать крышу и кондиционер. Здесь такая жарища. И здесь даже еще не помню, черт возьми. Ну, видимо, я правильно. Ну, вы на самом деле. Текстовая запись. Лучше побереги свое копье для воинов рига. Любой язык можно легко порезать, а быстрее копья, чел. Высказывание абсолютно не несет смысловой нагрузки. Остер он тупой, какая разница? Защитники Хикару должны быть в конце траншеи. Мы будем не одни. Так, я с вами. Я с вами, если пойму, как к вам залезть. Шкидит каменная. Ой, здесь пулеметик. Да блин. А, там лестница. Сначала машины, избавимся от них, и Регала потеряет свое главное преимущество. Да, духовница. Прикрывайте друг друга. Вольно. Солдаты готовы. Они защитят кольрут внизу, а поверху... Неплохо. Где вы, Дюйтики? Наш отряд сорвал ее с поверженной машины. Используй ее, Элой. У Регалы много уловок, но ты сможешь ее удивить. Я тоже хочу там на арене подраться. Угу. С бучками. Инакт. Кульрут начинается. Наше дело требует новой крови. Новых лидеров. Да! 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 Выпускайте их. Лепцы. Маленькие веревки держали. Претенденты. Вперед! Каждый, кто победит машину, будет объявлен шерифом. Помните о десятых. Бейте сверху, как они, и победа будет вашей. Ну что, они все так умеют. Готя, кто победит. А что, они все так умеют? у него стекулирует не позвали мы обиделись или бои сдержать их защитим кульрут диск мне потом дадут собрать мусецкий с машин так ну по мне он вроде бы не попадает уже хорошо так но сейчас я немножко чувствую себя в сериус сэме только сложнее безопасности деревянные ограждения чертменно я на них там есть ловушки смотреть стоят как надо избавиться от его пулемета потому что он делает больно а чё нет боеприпасов да да я воспользуюсь не переживай а 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 пушки кстати не очень сильно прокачаны так не хвосты мнение да блин иди нахер взорвись ну попади уже, добил, добил бил, 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 бил бил, 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 бил я как будто сам им управляю ой, как водичкой полил хорошо это хорошо для огненных атак не уверен бил, 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 бил прикольно с пулемета стрелять управляя геймпадом на гироскопе очень даже кажется у них там что-то застряло, да не пускай сюда машины по-моему, последняя пушка осталась давай, лой, больше огня не пускай сюда машины ты можешь сама постреляешь подруга, я серьезно, у меня последняя если этого не хватит очень плохо это последняя я об этом и сказал что это? черепаха? я не знаю держите оборону беги так и думал, что что-то прорвется и таким образом мы выйдем на эту арену ты же туда хотел? ну да 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 серьезно вылезли ладно удивительно, что туннель настолько хорошо прокопался, что он как бы не обрушился, пока она в земле ехала ну вот пикающий маневр получается ага а а а о, боже о, боже с такой мы уже дрались а я подманю ее поближе надо разобраться с этой штукой догнать легал надеюсь там не есть что-нибудь что надо сбить вот это ключевой ресурс по центру шестеренки на раз попадут из баллисты видимо про это змеи с трейлера сегодня спрашивали да это же так думаю нормально попал да боже мой чем этот урон меня прошел здесь много хилл потрачено да боже мой да я тоже не могу подруга дай мне выбить иначе а да твою шнур по хвосту надо стрелять сейчас кстати подруга тыкаешь молодец но мне надо сбить ее шестеренки я с разбитыми костями или что это за дебавка вообще смерть не могу скрипт уворачиваться к наводишься очень мерзко крутится вообще ранило ждет так я пытался обойти его первых раз попадут из баллисты хорошее начало главное я на месте давай 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 готова а перезаряжаем по 14 попал не могу в тайминге что готово это я ее убиваю так костик начни стрелять бомбами и хорошо то он будет куске балкосов ну не знаю обычные стрелы топ о мне еще должны быть перезаряжаем я даже не знаю что еще от меня не хочешь блин я пытаюсь ее о идеально просто ну надеюсь что сбил хоть немножечко это 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 а да а 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 так ну дальше добить наверно все собираются штуки то да да дробил-ка я до хлеста вроде собирается хочу все у нее закончились да и оба припасы она больше стрелять нам помогать не будет нечет стреляет ну я тебя пытаюсь попасть по ним чтобы отключить удары молниями но нет помойку ибо оба уже давно царя зарезать вода скорее все так стой только нюб ненавижу их регала пошла к кару и катала надо их найти так здесь всегда перед тем как их искать давай-ка мы их соберем все-таки то чтобы таким трудом выбивали же он детали лежат нет это не деталь сейчас окажется что детали попали вон туда под завалы до ну типа два из трех один то я успел в битве собрать дело будет нужно будет серьезно не вижу больше шестеренок скорее всего так и есть чувствую себя отвратительно здесь не хочу выбирать ну хотя бы один может быть для чего-то ему заметили из чем ну и и и и а и чески зал помнил бы я как туда попасть стены разбиты мощная она однако а а а а а избежала но не отпускайте вы ее чего то есть это еще не конец я вернусь со всей армии и всех кто поддерживает хикаро я уничтожу блин телефон вырубился счет все смирно вы молодцы проявили себя в бою с врагами из плоти и железа вы все теперь шерифы ваша первая задача убить оставшихся мятежников на арене в бой там никого не осталось моя вина нужно было убить регалу а теперь она вернется с новыми машинами станет сильнее я помогу вам чем смогу ты уже помогла гораздо больше чем мы договаривались в нашу первую встречу ты рассказала что пытаешься спасти весь мир тогда я не знал стоит ли верить тебе теперь я верю так иди и выполни свой долг а ты будешь залечивать раны то что ты искала твое твои подвиги будут помнить как подвиги десятых а он всюду змейку убил что неужели никаких долгих побегушек по подземельям наконец-то нет скорее всего что это за место и все будут вот конца или нет давай эфир пора домой домой элизабет собак альфа прайм активирован главный блокератор идет восстановление кодопункции эфир есть надо вернуть его гей носитель терренс гудман паркинского черта паркинс никогда не форматируй кластер без моего ведома у нас были скачки напряжения по всему музея в главном корпусе свет вырубил в 2031 как раз тогда когда директор хардери собиралась домой ваш вышла в кромешную тьму а потом перед носом вспыхнула голограмма gold mountain директор бешенства ты что вообще творишь больше ничего нет мы просто вылезаем походу да я иду я иду видение по всей рощи изменились а вот это только появилась это ты сделала видение изменились вот что вдохновила вождя хикара это новые заветы притечь они вполне все старые услышьте слова что объединили всех нас после трагических событий на войне фарадей главная сторонница мира обратилась к народу алчущему надежды если взглянуть в будущее через призму прошлого вот наши страхи войны против машин нехватка еды и воды я не станут капиталисты бури гонящий нас из домов но истинные храбрецы встречают эти страхи с уверенностью встречают сплотившись воедино своими усилиями по сохранению мира эти храбрые мужчины и женщины шерифы нового юго-запада укрепили мою веру в то что объединившись мы можем одолеть любого врага поверьте вместе со мной поверьте вместе с нами и мы вместе создадим мир без войн и нужды ну вот одна такая на я не я не при делах я не гражданская я не буду ему салитировать к службе готов предводитель я пойду с тобой но ты нужен хикару теперь у него есть новые шерифы и созыв кланов не останется без ответа вы союзники финальный миг я хочу помочь в твоей битве помочь всем на что еще способен вот так я решил и как отказать такому за у нас появился новый друг пожалуйста встреть его у холмов и проводи в наш лагерь конечно и лой иди к горам к западу от песни долины мой друг встретит тебя у подъема кажется ли на его отреагирована тянхай уму бота твой друг звучит любопытно надо к ним вернуться кстати как раз пора ну что шефиром и раздобыли на кульруте поучаствовали против гигантской змейки на теория и в в в в